Продолжение следует... Как в других регионах нашей планеты мы коротко выслушаем в завтрашний день, а сегодня желательно провести собрание общее, где наши братья будут говорить с Россией. Мы будем слушать, совместно будем петь, прославлять Господа и славить Его. Но как знаете, написано Христосово, без меня вы не можете сделать ничего. Поэтому каждое служение и все, что мы будем говорить с вами, или будем слышать, чтобы все было во имя Господа. Я прочитаю один стишок пред молитвой, и мы помолимся. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие Его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Друзья, если Господь не созиждет дома, если Бог нас не благословит, то все наши усилия здесь напрасны. Мы будем сегодня приглашать нашего Господа, чтобы Он среди нас занял первое место. И в каждом, кто будет здесь говорить, и кто будет прославлять Господа, в теснопениях, возможно, в стихах, или мы так индивидуально будем каждый прославлять Господа, чтобы именно это было во имя Его только. Потому что мы, друзья, обязаны всем. Для нас Господь сделал все. И не оставил ничего недоделанного. Все сделал, все здесь совершил на земле. Он и Альфа, и Омега, начало и конец. То, друзья, теперь за нами. За нами делать, чтобы мы тоже, живя здесь на земле, хранили истину, и все эти заветы и обещания, которые мы давали Господу, стараться выполнить в точности, как это написано. И вот сегодня, друзья, собрались здесь. Мы знаем с вами, если Бог нас не благословит, то все о самой ничто будет. Поэтому, друзья, мы начнем и будем окачивать с Господом. Теперь встанем на наши ноги все, будем просить благослови, чтобы Бог нас благословил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 пророчицы, все сосуды Божьи, через которые Бог проявлял, и все, кто был ревностным членом церкви, кто говорил о Христе. Это много тысяч, еще не все посчитано, и кажется, замыло все, и ничего уже не будет, и не поднимется. Но пророчицы и слова продолжали свою работу и действие, которые мы сегодня с вами видим. Врата ада церкви не удаляют. Аллилуйя! Церковь Христова, цвет Христов, его сада, которая сегодня аромат издает. Аллилуйя! Славит Господа не только пением, но и молитвой Духом Святым. Аллилуйя! Ава Отче! Благословен наш Бог! И вот время идет, а работает Господь. Если случилось так, что многие разлучились с семьями своими, братья в вузах, дети в интернатах, сестры остались без детей, без мужей. Это думали все. Это было время плача, 37-й год плача, сплошного плача в СССР. А потом недалеко и война. Что было в войну? Здесь многие свидетели нашего поколения, которым сегодня 50, 60 и выше. Что испытал народ? Каких трудностей много испытал. А особенно это легло на верующих и легло это на немецкой нации, которая жила в СССР. Гонения были с места на место. Забрались их в домов. У разные места Сибири, в Оркуты. Княж по гостям там и другие, а также по Уралу, по Казахстану, везде гоняли и думали все. Не увидят они родных своих мужей, а дети не увидят родителей своих, своего отца, а также матерей. Но что мы знаем? Написано, что Господь, уповающий на него, не оставит стыде. Аллилуйя! Он соединил семьи эти. Он вернул. Написано, какой есть у нас псалом в Оркута. Падут оковы и цепи разорвутся. Христовые воины свободу обретут великой силой. Слыша, они осенены будут и весь спасение в народы понесут. Не в народ, а в народы. Аллилуйя! Это песня, которая родилась там. Пророческая песня. Она звучала. И мы со слезами все ее пели. И стали тогда же это осуществиться. Аллилуйя! Настало это время. Сегодня, в это время мы. Она осуществилась. Сегодня нет в СССР за убеждение, за проповедь ни одного устника. Аллилуйя! Паде оковы! Цепи разорвались. Христовые воины свободу обрели. Аллилуйя! И в этой свободе, что мы должны делать? Друзья, возвратил Бог мужей к женам и детям. Возвратил матерей к мужьям и детям. И возвратил детей, которые были в интернатах и были напыщены. Чем научены? Научены были в том, что ваши родители, отец и мать, это были враги народа. И их за это репрессировали. И за это их гонят во все места. И эти дети, некоторые малые, и думали, что мой отец не есть хороший верующий. И мать моя. А действительно пошли против власти. Они стали антисоветчиками. И за это их судили и дали им срока. Но это все было извращенное учение и внушение детям. Нашего спасителя, когда обвиняли, то не обвиняли за то, что ты в Капернауме исцелил, а там беса изгнал, а то обвиняли, что возмущал народ. И за это казнили. Так написано, если зеленеющей лозой делают, что сухим будет. Обвиняли нас, что мы враги народа. Обвиняли. Но нас Бог оправдывал, потому что мы не делали зла. Мы как Даниилы. Аллилуйя. Мы молились. Открывали наше сердце, хлебу. И возносили моления, прошения и даже благодарения в трудные минуты. И чтобы, как мы все знаем, нас Бог слышал. Слышал наши молитвы. И когда наши молитвами наполнены чаши прошений, были на алтаре пред Богом, и сосуды наполнены слез, то Господь повелел. Аллилуйя. Я видел видение, когда еще было закрепощено все, в 51-м году видение. Я видел того, кто нас, определял врагами, увидел. Он стоит на высотом подстаменте, он, говорят, живой, и смотрит. И я наблюдаю, он смотрит. И вдруг голос, посмотри, что будет с ним. И я видел капли, теплые капли, капали на это извояние. И оно начало у них разрушаться, как песок. И не стало. И дальше я смотрю, а что же будет на этой трибуне. А трибуна каменная не показана, а деревянная, временная. И на этой трибуне появился другой, Маленков. И как он только появился, он объявил свободу верующим. И много улучшений жизни людям. А за ним, я видел, быстро поднялся, как медведь. Это был Хрустёв. Он его столкнул и начало действие. Но он уже не мог изменить того, что было провозглашено. Это начало было нашей свободы. Слава Богу! Вы молили и выпросили у Бога милости. Но я хочу сказать с большую благодарность. Не только мы молились страдающие, не только молились те наши церкви и семьи. О нас молился весь народ по всей вселенной. И смотрели туда все глаза на этих страдальцев за Бога. Господи, помоги! Господи, помоги! И молитвы были вознесены на престол прощений пред Господа. И Бог явил эту милость и начало расслабляться. Оковы! Падать! Цепь рваться! А, конечно, не кончилось это действие уже в 88-м году. Слава Ему, что Он явил эту милость и сегодня такая возможность в нашей стране благовествовать, возвещать истину, которой нет ни в одной стране. Будут наши миссионеры здесь сидят, которые занимаются работой. Они дополнят. Я только чуть напомню. У нас сегодня приглашают, чтобы мы проводили богослужения, говорили о Христе в школах везде. Мало есть такой школы, где не зовут, чтобы мы там проповедовали, чтобы мы там учили, чтобы мы туда не дали наших Евангелий. И как эти Евангелии берут, хоть вы, может, не увидите издаля, но я вам покажу, как руки подняты вверх, сколько это все хватают в Библии и Евангелии. Много рук, чтобы ухватить Библию, а их еще не хватает. Евангелию, а их еще не хватает. Вот что делает Бог, слава Богу, такая жажда, не жажда воды, не алчность хлеба, а слышание от Слов Божьих. Идите, скажите нам о воде. У нас приглашают в воинские частя, чтобы мы там в этих клубах, где проводилось учение атеистическое, мы с Библией шли и учили воинов познать Господа. Аллилуйя! Все учебные заведения и высшие институты просят везде, не хватает у нас рук, не хватает у нас силы, чтобы нам охватить везде места. В больницах у нас везде народ трудится, а также в лагерях, в тюрьмах у нас также там проводится служение. Вот одна из тюремных церквей, это крещеный Духом Святым, принявши воду крещения, и славлят Бога, и продолжают отбывать свой срок за свои грехи. Но они уже христиане, и славлят Бога, и говорят, хорошо, что нас посадили, и сюда достигло до нас Слово Спасения. Аллилуйя! Слава Богу нашему! Только такие учреждения, но учреждения и такие, которые занимались репрессиями, учреждения ТГБ, они тоже просят нас в Библии, они идут на собрание, а в одном из городов в Ташкенте, мне Сергей говорил, не читай, что они там провели им евангелизацию, то есть прикрутили фильм о Христе. А когда после того, за некоторое время, они, приехал начальник ТГБ и говорит, вы везде проводите богослужения? Приезжайте к нам, приходите в наше учреждение, в наш клуб, и проводите такое служение, как вы проводите в себя, с молением Духом Святым. Аллилуйя! Падут оковы, степы разорвутся, Христовы воины свободу обретут. Вот они, аллилуйя! Что сегодня Бог делает? Я хочу с этой главы 35-й и все несколько стихов прочитать, и мы будем молиться, благодарить за это время благоприятное, за то, что дал нам быть свидетелями, и не только свидетелями, а участниками в общей всемирной евангелизации. Аллилуйя! Слава Богу! Здесь так сказано, укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащие, это к нам. Некоторые, настрадавшиеся много за свою жизнь, до сих пор смотрят, когда идут те в околышках голубых или малиновых, это и дрожит тело, это ослабели за долгие годы, потому что страхов и страданий много было. Если люди отдали себя для Господа и по 25 лет пробыли в темницах, это немало отдано. И если есть у нас, а есть они, которые были арестованы с Евангелией на пропаде более 30 раз в жизни, конечно, можно им посочувствовать, что если они оглядываются на тех властей и с содрожением. Но сегодня слово говорит нам, чтобы мы ободрились, укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащие, твердо встать надо. И говорит, скажите робким душею, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет от мщения воздаяния Божьего. Он придет и спасет вас. Аллилуйя! Он пришел и спас многих. Обречены были больше не увидеть. Мне сказали когда-то, как на ладони волос не вырастет, так больше не будешь видеть в своей церкви любимой Киева и братство. А мне Господь открыл, что я тогда 10 лет тут буду и вернусь в виноградник, а он цветет. А я с ним радуюсь. А я сказал им, что не то, что вы определяете, будет. Есть пословица верная. Не так будет, как ты хочешь, а так Бог даст. Аллилуйя! Они начали сбивать. И сбивать, и головой стену били, чтобы было сотрясение мозга. Было. Но Господь исцелил. Слава Иисусу. И память восстановлена лучше, чем было до этого. Аллилуйя! Слава Ему! И сказал, если еще раз сотрясение сделаете, я теперь помню с двух с половиной лет детства. Буду помнить с года. Аллилуйя! Они замолчали. Да, наш Бог такой, и Он проявляет. И мы сегодня славим Его. Говорит дальше так. Тогда откроются глаза слепым, и уши глухим отверзутся. Хромой скочит, как олень, и язык немаго будет петь. Я вам хочу сказать в Киеве, что Господь делает. Что делает Господь? Пробились эти воды Господние. Пробились. И что делает Бог? Хромая женщина, которая была атеистской, и муж ее подполковник, она познала Господа, приняла Господа, и так с палочкой инвалид той группы ходила согнута, согденная. Муж говорит, если мою жену Боги стелит, то Он есть, и я Ему буду служить. И мы молились, и когда она принимала водное крещение, а уже была крещена Духом Святым, то брат Николай Сыроковский с Канадой присутствовал на крещении, и снимал на видеокамеру это. Там известно, может быть, когда и вы увидите этот такой фильм документальный, то что вы, две сестры, ее вводили в воду, а палочку она оставила на берегу речки, река возле Киева, Десна. И что же делается, когда ее погрузил брату в воду, и вынял с воды, поднял, сестры брать за руки, ее везти, она говорит, не надо, я вас могу везти, выпрыгнулась и по воде бегом к берегу. Побежала, это уже снято, побежала туда, схватила палку и бросила в эту реку, и палка поплыла. Люди кричали из мира, тогда умерло 27 человек. Там на берегу и было хлебопроломление, с умовением нор, вечера любви, а люди с пляжей идут, что нам делать? А брат, мы говорим, одевайтесь и приходите каяться. Бог 27 душ призвал, явил милость, уверовал он, но в нее эта хромой скотелка коленей, но и слепой не остался здесь без милости. Их дочь, молодая дочь, 18 лет, 2% зрения, почти не видит, надо ее водить. А если пасмурная погода, все, она ничего не видит. Когда она видит, что маму Бог исцелил, она говорит, а меня может Бог исцелить? И подошла ко мне в глаза, это выпромил Бог, а глаза это, наверное, труднее. Богу нет трудностей, проблемы в нас только, у Бога нет их, аллилуйя! Она уже свои монокли отдала играться своим племянникам. Она имеет 100% зрение, крещена духом, и недавно приняла водные крещения. В октябре месяце, аллилуйя! Слава Богу нашему! Был у нас мальчик, полтора годика, и были как раз друзья с Америки, мы были на собрании на окраине города, и там что? Когда пригласили мы на молитву о нуждах, заявило много, то сердце, то сахарная болезнь, то другие разные болезни. А один молодой брат сидит и говорит, помолитесь за моего мальчика. А я говорю, вот кто с ним? А он у меня парализованный, родился парализованный. Сколько ему? Ну, примерно год 6-8 месяцев. А где он? А он дома в Киеве здесь с женой. Так говорю быстренько, там такой, братья знают, Лёва у нас был руководящий. Я говорю, Лёва на машину, и сейчас кто были здесь? Он на машину привозит мать. Да, несёт мать на руках, как полено дров. Не движены ни ручки, вот так, ручки приплюскли до туловища, ножки одна к другой, не движется ничуть, ни головка, вот в таком состоянии. И так она держит, как мумию. Я говорю тем двоим братьям, но Бог сказал, когда я молился, а Господь сказал ночью, я голос слышал, явлю славу свою, руку свою протяну, посмотри, скажи народу моему. Я сказал, народ, верьте, сейчас привезёт брат Лёва, этого парализованного мальчика, и мы будем молиться. Господь явит милость. И когда привезли, она несёт, дайте, говорю, дорогу, пусть она пройдёт, дали, принесла. Я говорю, держи его на руках. Мы помолимся о себе, что большая сила сошла. Большая сила. Это чудотворение. И когда мы подняли руки, на нас огонь сошёл. Аллилуйя! Я как сейчас чувствую огонь. Горят руки в огне, я весь в огне. И мы только прикоснулись к его телу, пальцами так, нас трое прикоснулись, а он головкой за работой, и оглядывается, поднял, и на маму смотрит и улыбается. И я чувствую, что он севелится. Я говорю, пусти, пусть идёт, дайте дорожку ему. Она боится, что пустить, он ударится. Не ударится, он здоров. Аллилуйя! Усталь ему. Беру за ручку. Пустили, он пошёл. Он пошёл. Так, наверное, полчаса, не меньше, мы, и было много, и пришедших послушать Слово Божье сзади. Я говорю перед тем, как молиться. Поднимайтесь там на скамейке, молитесь с открытыми глазами, увидите руку Божью, действуя ещё. Аллилуйя! И когда он побежал, и ручками работает, и улыбается, все мы кричали. Слава Тебе! Ты нас посетил! Слава Тебе! Слава Богу! Уверовало там же из мира немало людей. Это чудо и многие другие. Я больше не буду рассказывать, но я вам хочу сказать, что три года тому назад у нас Бог воскресил из мёртвых. Воскресил! Слава Богу! Он живой! Ему девяностый год сейчас! Он ходит, этот дедушка. Слава Богу! Так что, как написано здесь, тогда откроются глаза слепым, и уши глухим отверзутся. Он же был глухой, немой, парализованный. И уши открылись его, и уста открылись, и ножками побежал. Аллилуйя! И исполняется пророчество Исаии. Сегодня мы живём в это прекрасное, счастливое время. И здесь говорит, тогда хромой скотит, как олень, и язык не могу будет петь. Почему? Это шестой стих 35-й главы Исаии. И здесь конечные слова такие. Почему так всё будет делаться? Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Аллилуйя! Разве не пробили сегодня воды в пустыне? 72 года. За то, что мы молились о крещении Духа Святым. Срок! Поймали срок. За то, что молились о бессилении. На тюрьму забирали. За то, что молились, чтобы Господь явил милость, открыл уши глухому. Как захватили сразу пять лет. А сегодня идут, чтобы помолились. Я вам хочу сказать ещё, хотя я не буду говорить, но к слову как раз пришлось. Один из начальников, бывший КГБист, полковник, он работает на другой работе, но он был связан с верующими. Его жена заболела раком. И он везде объездил в страну. Лечил. Но ничего люди не могли оказать. И он сказал, он знает, что Бог делает у церкви. И он говорит, у вас Бог делает такие чудеса, как Христос делал тогда, когда был на земле. Это мы всё знаем. Но я хочу вас просить, помолитесь за жену, чтобы Господь её исцелил. Я говорю, на условия надо покаяние свершить. Все, кого Божий исцелял, прощал грехи и исцелял. Иди в предыгреши. Вот условия. Эти условия он исполнил. Он исповедал грехи. Покаялся. Дал обет, что будет Богу служить и будет делать добро. Молились мы. И он позвонил мне. Когда молились, а Господь ответил, я влюбилась. И он придёт, она выйдет навстречу. Она лежит уже, не встаёт несколько лет. И он позвонил и кричит телефон. Говорит, что так свершилось? Я прихожу домой, открывает ключ, у ключ, у эту, скважину ключ, а дверь открывается. Что? Она воркел встречать тебе вышла. Это, вы молились, я ночью видела, что руки на меня были возложены. И она ходит, и она Богу молится. Аллилуйя. Пробились воды в пустыне все пикотоки. Поэтому, что нам нужно делать? Время, мы все знаем, что последнее. Время, такой свободы, нет нигде, ни в одной стране, как у нашей. А поэтому, что нам нужно? Нам нужно неусыпно трудиться. Но так, как молились за нас в трудное время, есть народ Божий в мире. Мы сегодня нуждаемся в этих молитвах. Мы нуждаемся, чтобы хорошие братья приехали к нам, научили тех познать Господа, но не тех, кто учат другому, плясанию и прочему. Нам такие не нужны бесчинствующие. А те, кто приходят и в ордену приносят в Духе Святом, Аллилуйя, да благословит Господь и в наших нуждах. Потом мы будем еще с вами видеть все эти дни, еще что-то будем говорить, то с вашей стороны, так как вы, никогда не будете вы нам чужие. И сколько мы еще не пожили на земле и на разной земле по географии вроде мы разлучены, а духом соедини, Аллилуйя, навсегда, навсегда мы вместе будем воскресать у первого воскресенья и вместе поднимемся на облаках встретений, Аллилуйя. Поэтому когда мы в чем-то будем нуждаться, мы нуждаемся, то я думаю вы нам поможете, Аллилуйя. Теперь я хочу с одного места прочитать пару стихков и мы будем молиться. Это будет с места Священного Писания 14-й, 7-й и 17-й главы Иоанна. Здесь так сказано. 18-й стих и по 21-й. Говорит, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Это касается нас у всех. Бог послал Отец Сына, первого Евангелиста на землю, а Он проложил путь и сказал, я вас посылаю. И мы сегодня и в первой главе Деяния апостолов с 8-го стиха, когда облечетесь силой свыше, то вы будете мне свидетелями. Мы облечем силой свыше. Мы должны говорить всем эту истину спасительную. Все проповедники мы от маленького до большого. Наши дети в школах проповедовали, им ставили, снижали баллы оценок, доколас были, хотя они знали на 4-5 за то, что неверующие, но они выдержали, а теперь эти учителя идут ко мне к другому, дайте Евангелию, мы хотим спастись. Целуй детей, простите нам за то, что мы издевались. Вот время, аллилуйя, наши дети свидетельствуют в школах и везде, слава ему, так мы должны свидетельствовать. Это касается евангелистов, а евангелисты мы все, аллилуйя, слава Богу. Здесь дальше говорит, так, не о них же только молю, но и о тех, у верующих, у верующих, у меня по слову их, да будут все едино, как ты отчего мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Аллилуйя, нам нужно быть едиными, написано, по учению Господа нашего Иисуса Христа. Он нам дал чудное учение, мы не отвергли ни одно слово, ни одной запятой, или точки с Евангелия, а приняли все Писание Бог духовенно и полезно для исполнения, а поэтому так мы будем и подвижаться. И я перед молитвой хочу сказать следующее, на земле дьявол у великой ярости работает в 20 веке, он знает и видит, что Бог совершил великое пробуждение, и он знает, когда мы будем едины, то мы будем сильны, аллилуйя, у нас будет Христос, Дух Святый, и наше слово будет не убедительных словах человеческой мудрости наша речь, а будет явление силы и Духа, аллилуйя, он хочет и ходит, как рыка исчелев, и себя поглотить, что-то сделать, нарушить мир, и иногда, когда мы не бодрестны, достигаем, то вот то, что произошло и в нас, когда мы были еще в СССР, и когда мы сюда уехали, что кое-что было нарушено в отношении между нами мира, Иисус, эта молитва первосвященническая, он насильно пред Богом, а наши сердца побудил, аллилуйя, и мы сегодня, друзья, можем вам сказать о том, что мы с братьями Павла Степана, а также Владимир и другие, мы пришли к миру, аллилуйя, мы вместе будем трудиться, и будем все преграды, которые у нас еще на пути есть, мы будем совместно их удалять, и Бог будет благословлять, мы приветствуем друг друга, мы даем дали свободу посещать собрания, иметь общение, аллилуйя, будем молиться, что Бог благословил нашу конференцию и наше согласие, аминь, даминь, и наше праздник. Субтитры Чтоб грешников жалких несчастных От кибели вечной спаси. Бежимся ты славу остави, Чтоб прежде мученья несущная, О, без на любви необъятной, Её ум людской не поймёт. И внею душа замолкает, И слёзы убивые вьёт. Без равного подвига в мире Тому, что Иисус совершил. Тойдёт весь до края вселенной, Как Бог этот мир возлюбил. Бежимся ты слава, Как плесно по счёту, С ложь жизни небесной не тяльцам, И в силу душа облетает, И в ней снова будет размерёт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok